Мастер Морфикс Мастер Морфикс Мастер Морфикс Мастер Морфикс Мастер Морфикс 2х2 Мастер Морфикс Мастер Морфикс Мастер Морфикс Мастер Морфикс В поисках, например, вот такой ситуации, когда у нас уже один трехцветный уголок стоит рядом с одноцветным уголком и цвета у них совпадают. Если такой ситуации нет, то ее можно легко создать. На самом деле во всех скрамблах крайне редко бывает такое, что подобной ситуации нет. Поэтому чаще всего ее можно уже сразу найти. Вот два уголка стоят на месте. Теперь рядом с ними нужно поставить третий. Поскольку этот уголок синий-красный-зеленый, то здесь должен стоять синий-красный уголок трехцветный, а с этой стороны синий-зеленый. Ну и посмотрим, кто из них раньше нам попадется. Вот уголок синий-красный. Ставим рядом и видим, что цвета не совпадают. То есть синий-красный здесь есть, как и здесь, но здесь вот должен быть синий, а красный должен быть с этой стороны. Соответственно, этот уголок нужно развернуть. Для того, чтобы развернуть вот этот синий-красно-желтый уголок, мы помещаем вот эти вот правильно стоящие углы снизу. И получаем, что нужно уголок вот этот поднять наверх при помощи пиф-пафа, ну, к примеру. И при помощи еще одного пиф-пафа можно поставить его опять вниз. То есть, как в кубике 2х2. И вот у нас уголок развернулся. Тре угла ставят на своих местах и можно поставить четвертый. Для того, чтобы ставить треугольные уголки на место, мы делаем всего лишь три хода. Для начала размещаем нужный элемент над своим местом и дальше делаем три хода из пиф-пафа. Или интуитивно. И вот так выглядит собранный первый слой. Продемонстрируем на кубике 2х2 то, что сейчас происходило. Первым делом мы совмещали два каких-нибудь уголка рядышком. И к ним уже находили остальные. Если у нас с первого движения уголок ставится на место, то хорошо. Если при первом повороте такого не происходит, то при помощи пиф-пафов можно этот уголок развернуть. Делаем один пиф-паф. Уголок поднимается наверх. Делаем второй пиф-паф. Уголок ставится на место. Также в некоторых случаях можно уголок отвести назад, ну если у нас здесь свободно. И двойным поворотом поставить на свое место в нужной ориентации. Ну и для того, чтобы поставить четвертый уголок на место, мы также подводим его над своей позицией и выполняем определенное количество пиф-пафов. Ну поскольку у нас четвертый уголок в мастер-марфиксе всегда одноцветный, то здесь делается всего лишь один пиф-паф, вернее три хода от него. Рассмотрим еще один пример. Мы видим вот здесь два уголка уже стоят рядом. Зеленый цвет у них совпадает. Значит вот сюда нужно поставить какой-нибудь зелено-желтый. Ищем его, ищем и вот находим. И вот с первой попытки он ставится на место. Соответственно вот сюда нужен одноцветный желтый угол. Его мы сразу находим над своим местом. Делаем три хода. И первый слой собирается. Часто бывает удобнее найти два правильно располагающихся относительно друг друга трехцветных угла. Например, вот этот зелено-желто-красный и вот этот зелено-желто-синий стоят относительно друг друга правильно. А то есть зеленый и желтый у них цвета совпадают. Соответственно сюда остается добавить только зеленый одноцветный угол. Вот он. Делаем три хода. И с другой стороны сюда желтый одноцветный. И первый слой собирается. Далее у нас может быть две ситуации. Форма головоломки вернулась. Пусть она будет перемешанная, но исходная форма. Либо вот такая ситуация, которую я называю рога. На пераморфиксе это выглядело вот так, поэтому на рога похоже было больше. Чтобы решить рога и вернуть головоломки исходную форму, нужно сделать комбинацию под названием рыбка, но не обычную, которую мы привыкли делать, а ту, которая переставляет углы. Рыбка через РУЛ. Как она выглядит? Берем головоломку так, чтобы рога были перед нами. Один рог в правой руке, другой рог в левой руке. Получается собранный слой у нас снизу. И отсюда делаем следующую комбинацию. РУ штрих, Л штрих, У. Р штрих, У штрих, Л, У. Последний ход здесь можно было не делать. И вот у нас форма мастерморфикса вернулась. Если алгоритм выполнить из другого положения, к примеру, рога будут направлены вправо, назад или влево, то после применения алгоритма вы получите точно такую же ситуацию. То есть единственная правильная позиция это вот такая. И отсюда мы делаем рыбку, переставляющую углы. РУ штрих, Л штрих, У. Р штрих, У штрих, Л, У. Ну вот этот доворот в данном случае нам не помог. Но если бы у нас изначально положение нижнего слоя было другое, то он бы как раз вернул необходимую форму. Дальше необходимо проверить, правильно ли стоят уголки на своих местах. Если, к примеру, нам необходимо было сделать доворот, то мы всегда стараемся делать его в ту сторону, чтобы вот эти одноцветные углы совпали вот с этими. То есть чтобы здесь были одинаковые цвета. Не в такое положение цвета разные, а именно вот в такое положение мы доворачиваем. Ну, соответственно, если у нас получилось вот так, можно сделать У2, и цвета будут совпадать. Смотрим. Вот этот угол имеет цвета синий, зеленый, красный. И вокруг него тоже цвета вот этих одноцветных углов точно такие же. То значит, что этот угол стоит на своем месте. Можно даже не проверять. Этот угол тоже будет стоять на своем месте. Синий, красный, желтый. Да, и такие же цвета. В этом случае все хорошо, и углы переставлять местами не нужно. Но если мы проверяем красный, синий и зеленый, а здесь синий, красный и желтый, цвета не совпадают. При том, что вот этот уголок с этим по цвету совпадает. То значит, вот эти два угла нужно местами поменять. Да, для этого мы можем использовать алгоритмы из 2х2 или 3х3, копье или его альтернативы. Но есть способ гораздо проще. И в методике для начинающих в кубике 3х3 мы называли его палка. Мы располагаем углы, которые необходимо поменять местами, один перед собой, другой сзади. Делаем F, и впав, F'. Соответственно, доворачиваем. В данном случае у нас все собралось. Но важно, что переставились вот эти углы местами. Посмотрим еще раз. Вот эти элементы по цвету совпадают. Здесь синий, красный, желтый. Красный, синий, зеленый. Если этот угол по цветам не совпадает, то и задний тоже. Соответственно, нужно применить алгоритм палка для того, чтобы переставить два вот этих угла. Движение F, чтобы не перепутать, это вращение этого переднего слоя. Ну, все остальное, как в обычном пиф-пафе. С движением F мы опускаем вот этот уголок. Далее делаем пиф-паф. И возвращаем уголок. Если мы довернем, то мы видим, что здесь хоть он и развернут неправильно, но стоит на своем месте. То есть зеленый, красный, синий. Те же самые цвета. Но этот уголок уже развернулся правильно, поэтому сразу видно, что он стоит на своем месте. Соответственно, для того, чтобы расставить углы по местам, нам необходимо знать всего лишь два алгоритма. Это рыбка, переставляющая углы. И вот это комбинация палка из кубика 3х3. Рыбка нам решает ситуацию рога. Соответственно, возвращает форму мастер-морфикса. А палка переставляет два уголка по диагонали. В случае, если после перестановки углов получилась ситуация такая, что вот эти два уголка нужно развернуть на своем месте, то, незадумываясь, можно сразу сделать два пиф-пафа. Вот эти уголки нам разворачивать не нужно, поскольку их ориентация не важна и визуально неразличима. То есть, из такого же положения, угол перед собой, угол сзади, мы делаем два пиф-пафа. И наблюдаем. У нас какие могут быть ситуации после этого? Либо также два уголка не развернулись, тогда мы повторяем комбинацию. Один встал на место, а второй не развернулся. Это бывает чаще. Либо все уголки сразу встали как надо, и головоломка будет собрана. Ну, с третьей ситуации и первой, я думаю, все понятно. А вот это нужно разобрать подробнее. Разворот одного угла. Да, здесь можно сделать так же, как в кубике 2х2 пиф-пафами. Повернуть мастер-марфикс вот в такое положение. Сделать два или четыре пиф-пафа, чтобы это развернулось. Потом подкрутить вот этот уголок и оставшиеся пиф-пафы до шести покрутить на нем. Тогда у нас в сумме будет шесть пиф-пафов, форма вернется на место, и эти элементы развернутся. Этот встанет как надо, а этому все равно в какой позиции находиться. Его ориентация не важна. Но это шесть пиф-пафов, это много ходов, можно решить гораздо короче. Для этого нам нужно расположить головоломку таким образом, чтобы неправильный уголок находился сверху. Можно поставить на стол, да, и вот так вот взять в руки. У нас получается, что в правой руке правый задний уголок, в левой руке левый задний уголок. Уголок, который требует разворота, находится сверху. И мы делаем вот такие движения. Поднимаем правый задний уголок, поднимаем левый задний уголок. Отменяем правый, отменяем левый. Форма изменилась, и повторяем то же самое. Поднимаем справа, поднимаем слева. Опускаем справа, опускаем слева. Мы видим, что верхний уголок развернулся по часовой стрелке. Соответственно, если мы этот алгоритм повторим, то у нас все соберется. Также можно обращать внимание не на то, что поднимаешь уголок, а то, что ставишь вот этот одноцветный угол на место верхнего. Давайте проследим. Ставим синий сюда. Теперь ставим красный вот сюда. Меняем ход, отменяем ход. Ну и теперь повторяем. Этот ставим сюда. Этот сюда. Отменяем. Отменяем. И все собирается. Нетрудно догадаться, что алгоритм разворачивает угол по часовой стрелке. И в некоторых ситуациях достаточно будет его прокрутить один раз, а в других придется дважды. Но если сделать алгоритм зеркально, то он будет поворачивать уголок против часовой стрелки. К примеру, вот сейчас у нас синий должен пойти вот сюда, поэтому разворот нужен против часовой стрелки. Если мы будем прямой алгоритм использовать, то потребуется его применение дважды. Но мы сделаем алгоритм, начиная с левой стороны. Поднимаем левую, поднимаем правую, опускаем, опускаем. Ну и повторяем. Слева, справа, опускаем, опускаем. И у нас все собирается за один раз. Таким образом, уже показанных алгоритмов достаточно для того, чтобы собрать Мастероморфикс 2х2 из любого состояния. Аналог этой головоломки. Пираморфикс 2х2 собирается на чемпионатах по спидкубингу в качестве дополнительной дисциплины. То есть собирается на скорость. Эту головоломку тоже можно в этой дисциплине использовать. Я, конечно, это делать не советую, поскольку это менее удобно. А вот такой именно треугольный формат граней позволяет решать головоломку быстрее. Ну, просто удобнее держать. Но использовать можно. Соответственно, я вывел некоторые алгоритмы, которые позволяют решать последний слой более эффективно. А именно, разворачивать углы верхнего слоя всегда за один алгоритм. И сейчас я все такие комбинации покажу. Рассмотрим первый самый обычный случай. Мы видим, что вот этот уголок нужно развернуть по часовой стрелке. А вот этот уголок нужно развернуть против часовой стрелки. Визуально можно отметить вот здесь два одинаковых цвета. Так называемые глаза слева. Если глаза слева, то можно сделать два привычных пиф-пафа. И все соберется сразу. То есть просто два обычных пиф-пафа. И все собирается. Если ситуация у нас зеркальная, вот этот уголок нужно развернуть против часовой стрелки. А этот по часовой стрелке. И мы видим, что у нас глаза справа. Да, вот эти два одинаковых цвета. То можно сделать два обратных пиф-пафа. И все тоже соберется за один раз. Если мы сделаем два прямых, то мы получим предыдущую ситуацию. И эти пиф-пафы придется повторять. Делаем два обратных. У, Р, Уштрих, Рштрих. У, Р, Уштрих, Рштрих. И все собирается за один раз. В случае, если об уголка нужно развернуть по часовой стрелке. Вот этот по часовой. И вот этот по часовой. И у нас нет глаз. То можно определять вот по этим цветам. Ну, мы сделаем обычную рыбку из кубика 3х3. Которая разворачивает углы. То есть не та, которая переставляет. А которая разворачивает. Ну, и более привычная многим, кто изучает метод Фридрих для 3х3. Р, У, Рштрих, У, Р, У2, Рштрих. И в конце потребуется доворот У2. То есть за один алгоритм все это собирается. Если бы мы по обыкновению сделали бы два пиф-пафа. То в конце осталось бы развернуть один угол. Зеркальная ситуация. Когда нужно развернуть оба уголка против часовой стрелки. На самом деле, как это можно легко определять? Если глаз нет. Ни с одной, ни с другой стороны. Мы просто смотрим на один уголок. Вот против часовой стрелки. Значит, нужно применять алгоритм обратной рыбки. А именно, обратную рыбку. Можно сделать просто левую рыбку. Но я предпочитаю делать обратную. Чтобы не перехватывать. Р, У2, Рштрих, Уштрих, Р, Уштрих, Рштрих. Ну и дворот У2. И все собрано. Ну и стандартная ситуация, когда нужно развернуть один уголок. Если его нужно развернуть против часовой стрелки. Мы начинаем алгоритм слева. Левая поднимаем, правая поднимаем, опускаем, опускаем. И повторяем. Слева, справа, слева, справа. Ну и стандартная ситуация, если нужно развернуть по часовой стрелке. Поднимаем справа, поднимаем слева, опускаем, опускаем. Поднимаем справа, поднимаем слева, опускаем, опускаем. вот и все комбинации которые я хотел показать пираморфикс 2 на 2 вращать удобнее чем мастер морфикс но это головом кто уже имеет право на существование поскольку вся серия мастер морфиксов очень хороша для закрепления покажу еще пример разборки допустим это вот перемешана головоломка видим сразу два уголка которые стоят на своих местах и сюда нужен какой синий красный уголок ищем его находим вот здесь в первом движении он не ставится поэтому поднимаем попробуем отвести назад поскольку заде еще не собрано и опустить сюда и он становится на свое место если бы и так не получилось то сделали бы и впав сюда нужен синий одноцветный угол находим его здесь то есть вся сборка интуитивно и нам повезло переставлять уголки не потребовалось то есть были бы рога мы бы сделали оливку переставляющие углы и при необходимости при помощи палки поменяли бы их ну а в данной ситуации нам нужно просто развернуть вот этот уголок причем против часовой стрелки на видим зеленый должен пойти сюда слева справа опускаем опускаем слева справа опускаем опускаем так бывает достаточно часто поскольку это аналог кубика 2 на 2 и там часто пропускаются какие-то этапы соответственно если у вас помимо мастер морфикса еще где-то лежит пера морфик 2 на 2 то вы смело можете применять все увиденное здесь и для сборки вот этой головоломки тренируйтесь и все у вас получится а на этом все всем спасибо всем пока